Футболисты готовы, болельщики готовы, да и мы тоже готовы. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. Две столицы географическая и культурная, как принято говорить у нас. Но где же футбольная столица в России? Зенит против Спартака сегодня вашему вниманию и новый поиск ответа на мой вопрос. Количеством команд Петербург к Москве уступает, но любовью к футболу едва ли. О каких прогнозах тут может идти речь, когда вокруг матча такие эмоции? Это, конечно, игра на три результата. Очень хочется надеяться, что Спартак припас какой-то сюрприз и удивит нас его. Абсолютно не оправдывает ожидания эта команда по ходу нынешнего сезона. И самое время исправляет ситуацию. Времени остается не так много. Смотрим состав Спартака. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классик. Состав Зенит. 4-4-2 с одним центр-форвард. Он будет вести силовую борьбу и скидывать мяч на быстроногого партнера по атаке. Времена властимела Петержелы. В Зените было принято что-то дарить тренеру. День рождения Петержелы приближался, а футболисты долго не могли ничего придумать. И тут у игроков Зенита родилась идея. Надо подарить подзорную трубу. А то тренер не всегда приходил на тренировки команды. А так он хоть смог бы видеть, как команда готовится к матче. В то время у Зенита с юмором было все в порядке. Сегодняшнюю игру судит бригада арбитра Алексея Бараховского. Игра началась Зенит с мячом. Посмотрим, какую тактику выбрали тренеры на этот матч. Александр Ерофин. Кокорин. Может получить, как он работает с мячом. Всех обыграл. Зе Луиш. Промис. Мяч ушел в бал. Комбат. Винси Промис. Это может быть опасно. Денис Клушаков. Спасает команду голкипер. Очень хорошая позиция. Удар наносился. И каким-то чудом Радарь вытаскивает мяч. И вот игроки нападения. Константин, какой игре от них сегодняшняя? О, это, конечно, известные мастера дальних ударов. И лучше бы защитникам опекать их не только штрафной. Думаю, скучать нам не придется. Морен Сотмельгарет. Кто нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Винси Промис. Голкипер забирает мяч. Александр Ерохин. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Фернандо. Тут может что-то получиться. Мача, там есть игрок. Радарь спасает, но эпизод еще не окончен. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Слышь! Спасает, братарь, команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Подали мяч с углового. Сердар тоски. Пытается защита выбить мяч. Выручил вот свою команду. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Александр Кокорин. Зенит пробьет штрафной. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фолк. Очень опасный подкат. Спокойно выбивает мяч. Далеко в поле. А вот сейчас может быть опасно. Зенит пробьет с угловой. И прямо в цепь. Кокорин. Какой был удар. Но нету. Да, возможно это был сейф матча. Александр Ерохин. Зенит на половине соперника. И с мячом он идет вперед. Отличный удар. Зенит готовится к исполнению главы ударов. Мяч летит в центр штрафной. У нас угловой. В центр штраф. Александр Кокорин. Это может быть опасная атака. Защита первая на мяче. Вынос. Вот это удар. Штанга. Александр Ерохин. Олег Шат. Фернандо. Блестящий отцы играл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Навес в центр штрафной. Мяч штрафной еще. Может быть опасно. Угловой будет подавать Спартак. А вот и повтор опасного момента. Мяч летит в центр штрафной. Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно не смог он как следует пробить головой. И получилось то, что получилось. А вот и атака питерцев. Тут защита справляется. Потери мяча. Фернандо. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Питерцы начинают опасную атаку. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Игра остановлена. Зенит нарушил правилу. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Мельгары. Неплохой был пас. Но соперник эту передачу прочитал. Александр Ерохин. Отлично сыграно. Надо решать. Первый тайм совершен. На табло нули. Нельзя сказать, что это был лучший тайм в его исполнении. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он малопродуктивен. И у него просто какой-то колоссальный процент брака. Денис Кушако. А вот сейчас может быть опасно. Это может быть опасно. Защита первая на мяче. Вынос. Вот это удар. Денис Кушако. Команда уже на поле. И второй тайм начался. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это может быть опасно. Отобран мяч. Надо возвращаться. Фернандо. Луис Адриан. Винси Промис. Штрафной подачи есть. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Александр Ерохин. Александр Кокорин. Тут может что-то получиться. Отличный отбор. Но кому-то останется мяч. Луис Адриан. Это шанс. Забивай! Александр Кокорин. Зенит идет к воротам соперника. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Мяч потеря. Александр Ерохин. Квинси Промис. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры с мячом. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Получает момент для удара. И не забивает он тут. Очень мощно пробил, но точности совсем чуть-чуть не хватило. Свежий игрок выходит на поле у Зенита. Свежий игрок выходит на поле у Зенита. Зенит на половине соперника. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Доменко Кришин. Луис Адриан. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Очень здорово над... Может быть интересно? Нет, 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 нет. Это не гол. Арбитер зафиксировал офсайк. Тренер Зенита проводит за ним. Тренер Зенита проводит за ним. Тренер Зенита проводит за ним. Пока неплохо. Тут защита справляется в потере мяча. Артем Дзюбов. Пас на ход партнеру. Классный пас. Можно двигаться дальше. Здорово сыграно. Иванович. Нобо. Олег Шатов. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Квинси Промис. Зе Луиш. Это может быть опасно. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Сомена у Зенита. Зе Луиш. И защитник вовремя блокирует этот кросс. Камбар. Фернандо. Это может быть опасная атака. Можно бить. Мимо цели. Тут сложнее было промахнуться, чем попасть. Да, все шло к тому, что счет в этой игре будет открыт. Однако, не в этот раз. Ничего страшного бывает. Похоже, тренер готов произвести замену. А у нас по-прежнему ничья. И играть осталось пять минут. Кристиан Нобо. Питерцы начинают опасную атаку. Ух, болельщики команды, которые оборонялся сейчас, наверное, выдохнули. Зенит с мячом. Можно попытаться создать что-то опасное и выйти вперед в этой игре. Луис Адриан. Фернандо. Передача на Промеса. Он уже, наверное, видел мяч в сетке. А тут на тебе. Две минуты добавлено к основному времени тайм. Зе Луиш. Винси Промес. И это шанс на победу. Ух, какой отбор. 90 минут командам оказалось недостаточно, чтобы вывести победу. Денис Кушакова. Денис Кушакова. Слышь. Слышь. А вот сейчас может быть опасно. Это может быть опасно. Защита первая на мяче. Вынос. Вот это удар. Слышь. Очень-очень. И отбор. А вот это удар. Слышь. Получает он момент для удара Очень здорово Может быть интересно Нет, 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 нет Это не гол, арбитр зафиксировал офсайд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...